Аббе, Бешем Иешуа, мы просим Твоего благословения сегодня, во имя Ишуа. Пусть Твой Дух Святой даст нам мир, чтобы сфокусироваться, слушать и изучать. Во имя Ишуа, Аминь. Вчера мы закончили первую часть где-то к 12 главе Берешит. Мы увидели, как Господь пообещал Аврааму. И в четвертом стихе говорится о том, что вышел Авраам после того, как Господь говорил с ним, из своего народа вышел, из своей земли. И первое место, куда он пошел, это был Шехем или Сихем. И Господь явился ему. И Господь повторил, что Твоему наследию, Твоим потомкам я дам землю. И Авраам построил жертвенне Господа. Давайте я рискуем немного карты, чтобы вы получите идею, где находится здесь. Почему? Медитарий. Опять, ну, эта карта, вот, Средиземное море, вот это слева. Вавилон, Невия, Египет. И вот путь пролегал вот таким образом. Обещанная земля, вот это вот кусочек. Сихем вот находится где-то в центре, на севере. Иерусалима вообще нет в этой картине и в Торе. А Иерусалим вот здесь находится где-то. Версалима вот тут, на юге. Это залив Эйлат. Вот эта дорога называется Царская дорога, Царский путь. Второй путь, он пролегает вот так вот, через Сихем, краем касается Иерусалима, через Версалим. Эта дорога, она горная. И Авраам идет именно вот в Сихем сначала. И потом, когда Израиль во время исхода из Египта приходит в землю обещанную. Они обходят вот так вот Мертвое море. И Ерихон вот тут вот находится. А Авраам чуть выше. Ну, вот так вот примерно выглядел этот путешествий. Земля, которую Господь пообещал, не огромная и вообще невеликих размеров. И Господь сказал Аврааму, встань, пойди и пройди в землю, ту, которую обещаю, и ты увидишь. Это не похоже на Россию. Ну, там не будет так, что ты идешь, идешь, и все время Россия. Потом Авраам пошел в Вифиль. И опять построил там жертвение Господу. Потом продолжил путь на юг. И так как был голод в той земле, он пошел в Египет. И, ну, мы знаем историю. Дальше он сказал, что Сара – это его сестра. И фараон на нее присмотрел, подумал, что она хорошенькая. И взял ее к себе домой. А теперь вспомним, сколько ей лет было. 90? Not yet. Но еще не 90. 75. Well, Abraham was 75 when he left Haram. Аврааму было 75, когда он вышел из Харама. А Сара на 10 лет моложе. То есть, ей где-то 65. Может, 66 до 68. Ну, мы не знаем, сколько точно они ходили. Но, тем не менее, ей почти 70. И она очень даже привлекательная женщина все еще. So, that tells us something. Это что говорит. So, Faraon gave, was very friendly to Abraham, gave him a lot of stuff. И, ну, Faraon дал Аврааму очень так спокойно кучу там рабов, скота. Then God started to plague Pharaoh's house. Но потом Господь начал наказывать дом Faraona. So, he found out that Sarah was Abraham's wife. И Faraon узнал, что Sarah была женой Авраама. Now, interestingly, it turns out that he is a half sister to his wife. Sarah is the daughter of the father, but not the mother. Later, later we find this out. Chapter 26. Глава 26. No, I'm sorry, not 26. Maybe 20. Может быть, 20. 20-я глава. 12. 12. Abraham says to another king, She is my sister. She's the daughter of my father, but not the daughter of my mother. And she became my wife. Авраам говорит другому царю, что, да, она подлинна сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моей женой. Now, isn't that interesting? I told him what's worse. Isn't that interesting? Because later in the Torah, in Leviticus chapter 18, That is a forbidden relationship. You understand? But that's the way it was. But that's the way it was. So, anyway, So, Abraham, did he tell a lie? Well, he told the truth, but it wasn't the whole truth. So, Pharaoh did not take her as his wife. He did not have sex with her. Well, to be, Pharaoh did not take her as his wife. He did not have sex with her. But think about this. Avram was willing to let his wife be taken by Pharaoh to protect his own life. So, how much faith did Avram have? How much faith did Avram have? Итак, сколько веры было у Avram? Как вы думаете? Well, he had a lot of faith. Well, he had a lot of faith. But not perfect faith. But he was not perfect. So, anyway, chapter 13, he goes up from Egypt. В 13-й главе уже выходит Avram из Египта. And verse 2 it says now he's very rich. И во втором стихе говорится, что в это время он уже стал очень богатым. He did well by himself. И он не был только сам. Но он сам по себе был как бы состоятельным, но и Фараон также сделал его богатым, еще богаче. Потом он возвращается в Вифиль и там призывает Господа. И это впервые первое упоминание о том, что сам Avram взывает Господа. Есть такой принцип в Писании первого упоминания. Первое упоминание о личности, о месте или о какой-то концепции или идее. Не постоянно, но периодически. в этом таких местах присутствует какая-то общая идея, которая дальше раскрывается в Писании. Но в этом случае мы видим, как впервые Аврам сам помолился. видимо это. И племянник Аврама Лот тоже был весьма богатым. Что происходит, если у вас есть много животных? Ну, необходимо какое-то помещение для их для того, чтобы их кормить и содержать. И тут развивается конфликт, мы видим. И Аврам говорит, что вот земля, и ты бери себе то, что ты хочешь, а то, что ты не хочешь, то возьму себе я. Вот как должно было все работать. старший и более могущественный человек предоставляет выбор тому, кто моложе. Но как бы логически должно было за этим следовать так, что Лот должен был отказаться и сказать, что нет, ты по старшинству должен первый выбирать себе, а я возьму себе то, что останется. Но Лот посмотрел вниз на долину реки Эрда. Сиди за камерой, сынок. река Эрда начинается тут, там втекают в нее притоки. Она течет вниз по карте и впадает в земный море. Так там много воды. Река Эрда очень приятная и вокруг много зелени. Лот говорит, что я хочу эту землю. Что написано в Библии? 13 стих. Но там сказано Лот выбирает эту землю, но там находится Содом и написано в 13 стихе, что жители Содома были злые и весьма грешные перед Господом. Это всего лишь небольшое предложение на данный момент. но это как бы такое вспомогательное предложение, которое приготовляет нас к тому, что следует дальше. Авраам дал возможность сделать самый лучший выбор для своего племянника. И получается, что когда Лот себе выбрал землю, то в мыслях Авраама могло быть такое, что что же мне остается. И Господь снова говорит Аврааму, говорит в 14 стихе, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной». Там даже в переводе написано не песок, а как пыль. Дальше он двигается в Хеврон, на юг от Иерусалима. Now, chapter 14, 14-я глава. A lot of kings from Upper Mesopotamia come down to fight against the kings near Sodom. Много царей, которые вышли из Месопотамии, идут войной над царей содомских. And they won. And they took all the people and all the stuff. And they победили и забрали людей и имущество. And they took lot. И забрали lot. So Avram услышал об этом and went and rescued his nephew but also all the people of Sodom. All the stuff. All the people of Sodom. And all the people of Sodom. So the king of Sodom says, Avram, you saved us. And the king of Sodom says, Avram, you saved us. You take all the stuff. You take all the stuff. And Avram said, no, 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 no. Avram сказал, нет. I won't let it be said that the king of Sodom made me rich. I won't let it be said that the king of Sodom made me rich. Now, interestingly, here comes this person, Malchisedek, the king of Salim, Shalim, and вдруг появляется Melchisedek, царь Salim, Shalim, in Jerusalem, in Hebrew, Jerusalem, 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 and it comes from words that mean the city of peace, it comes from words that mean the city of peace, so here is this king of Shalim, and here is the king of Jerusalem, probably the king of Jerusalem, maybe the king of Jerusalem, Malchisedek, Malchisedek, it means king of righteousness, it means king of righteousness, it means king of righteousness, he brings out bread and wine and blesses Avram, he brings out bread and wine and blesses Avram, and of course the New Testament makes a big deal out of this, and of course the New Testament makes a big deal out of this, right? и конечно же в Новом Завете мы как бы больше углубляемся в эту личность и в то, что произошло сейчас. that the less is blessed by the greater, that the less is blessed by the greater, that Amean, men are blessed by the greater, so it says think how great this malchisedek was, that he blessed Avram, То есть, логически можно представить, что насколько был велик этот Мелхиседок, что он благословил Авраама, который... Авраам дал ему десятину пожертвований. Это как бы образ священства, который дальше будет развиваться в Писании. И дальше в Новом Завете говорится о священстве, о священстве Аарона. И все это исходит от вот этих небольших двух-трех стихов. Пятнадцатая глава — одна из самых важных во всей Библии. Первый стих говорит о том, после этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». То есть, ну, последовательность и время очень важны здесь. Авраам отдал все свое имущество, которое у него было. Он мог еще более быть богатым. Имеется в виду вот это вот предложение царя Содомского. И Авраам сказал, что «Моя репутация перед Богом намного важнее для меня, чем подарки». Давайте я вам расскажу, что произошло. Что может происходить с вами по этой модели. Если у вас есть возможность иметь что-то действительно стоящее в этом мире, но вы чувствуете, что это будет компрометировать вас, и ваша духовность будет вам мешать, и вы говорите «нет» этой возможности, и я вам гарантирую, что одна вещь произойдет в вашей жизни точно. Когда вы будете задумываться, поступил ли я действительно правильно, у меня могла быть такая классная работа и столько денег. И вы уже начинаете думать, что, может быть, вы ошиблись, не стоило отказываться. Нет, ну, вы подумали, что вы правильно поступили, но потом может прийти сомнение. Понимаете? Ну, здесь не написано, что Авраам так думал, но можно предположить. И Господь обращается к Аврааму и говорит «Я твоя награда». Другими словами, Господь говорит Аврааму «Я горжусь тобой». «Я твой Бог, и я позабочусь о тебе до конца твоих дней». «А что отвечает Авраам?» «Владыка, Господи, что ты дашь мне?» «Ты обещал мне семя». «Уже много лет назад». «И ничего не происходит». «Моя жена бесплодна». «Где же дети?» «Если я сейчас умру». «Кто, как бы, ну, будет владеть моим имуществом, это слуга». «Елеазар из Дамаска». «И Бог его вывел». «На улице и сказал, посмотри на звезды и пересчитай их». «И твое семя будет даже больше, чем количество звезд на небе». «И это одни из ключевых стихов, которые цитируются в Новом Завете потом». «Поверил Авраам Господу, и это обменилось ему в праведность». «Вот что ответил Авраам». «Боже, все, что ты мне даешь пока, это только куча обещаний». «Но я не вижу реальности пока, чтобы это исполнялось». «И что Бог делает?» «Он дает ему еще одно обещание». «Но это не совсем то, о чем просил Авраам, конечно». «Но это обещание было дано с такой силой, что Авраам это принял». «И в моей жизни случались такие же вещи, похоже». «Я говорил, Господи, Ты же мне сказал, я хочу видеть реальность». «А Господь говорил, подожди и потерпи, скоро будет». «И я говорил, хорошо, еще подожду». «И Авраам спрашивает, и как же я завладею этой землей? Как я вынаследую ее?» «И послушайте, Господь сказал Аврааму взять определенных животных, разрезать их, на две части». «Авраам знал, что нужно делать». «Это был обряд, который был знаком Аврааму». «Это был обряд, который был знаком Аврааму». «Хитаяц?» 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 «Ага, я понял». «Это церемония хитеев». «Когда царь и князь, например, ну, которые меньше власть имеют, заключают завет. Они разделяют животных, и кровь протекает как раз посередине между животными, и они проходят между животными по этой крови вместе». «Вот что это значило». «Это завет крови». «Если кто-то из участников не придерживается завета, не соблюдает, то повинен в смерти». «И так о чем думал Авраам?» «Он представил себе так, что он с Богом пройдут вместе по этому пути между животными по крови». «Но это не то, что произошло». «Господь дал Аврааму крепкий сон». И в 17 стихе 15 главе написано, что «Когда зашло солнце и наступила тьма, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». «Это образ присутствия Божия». «Другими словами, Бог сказал Аврааму, «сказал, что я единственный, кто может гарантировать исполнение завета». «Я сам буду соблюдать и следить за тем, чтобы все было исполнено». «Что происходит, если двое людей совершают завет?» «И один нарушает?» «Тогда другой может расторгнуть это соглашение, этот завет». «А Бог говорит нет». «Он говорит другими словами, что «Авраам, я знаю, что твое семя, оно все равно отойдет от завета». «Но я гарантирую, что завет будет исполнен». «Не важно, насколько твое отступничество и твое нарушение будет отвергать завет. Это как стих из Еремии, когда Бог говорит, что «посмотри на луну и звезды». Бог говорит, что они никогда не прекратятся. И Бог говорит, что точно так же, как светит солнце, луна и звезды на небе есть. «Мой завет с Израилем будет продолжаться». «Несмотря вообще ни на что, чтобы они не делали». И так, когда присутствие Божье прошло между животными, Бог как бы образно прошелся по этой крови. То есть, кровь животных была на его стопах. Правильно? Вы понимаете? И что же это значит? Другими словами, Бог гарантировал исполнение этого завета с обеих сторон. Вместо того, чтобы Авраам прошел по этой крови, и сказал, что я гарантирую сам от себя исполнение завета и своей кровью, и отвечаю, Господь сказал, что нет. Я гарантирую сам от себя исполнение завета и своей кровью, и с двух сторон. Что происходит здесь, можно описать такими словами. Бог обещает принести себя в жертву и отдать свою жизнь за неисполнение договора с обеих сторон. Вы понимаете, что это значит? Это рассказ истории, которая случится потом, позже, через тысячи лет. Когда Бог стал человеком в Ишуа. И его смерть за грехи Израиля. И много раз евреи мне говорили, «Как Ишуа может быть Богом, если Бог не может умереть?» Вы когда-нибудь слышали такое? Да, это смысл. Как Бог может умереть? Если Бог умрет, то вся Вселенная тогда перестанет существовать. Но вот, как бы, что я научился говорить в ответ на такие вещи. В 15 главе «Бытия» Бог пообещал умереть. Как это случилось? Единственный ответ для вас в Новом Завете. Понимаете? Это очень мощная помощь для вас. Оба, как бы, развития вот этой вот мысли. То есть, ну, когда мы понимаем вот эту вот идею, мы способны благовествовать евреям. Потому что, когда мы говорим, например, евреям о том, что Ишуа умер на кресте за Израиль, они вообще не понимают этого. Нет ничего в их учении, которое бы говорило о том, почему вообще, зачем это нужно было. Если мы это хорошо понимаем, мы будем способны им помочь разобраться. Итак, 16 глава. Наконец-то Сара, у которой не было детей, у нее была служанка. И она сказала Авраму, чтобы он пошел и вошел к своей служанке, чтобы она родила от него. Я уверен, что такое в Украине сейчас не происходит. Например, когда в церкви кто-то говорит, вот сейчас смотрите, что я буду делать. Ну, кто-то там предлагает, идите, найдите себе родить. Но в той культуре это было нормально. Но если у тебя, например, есть служанка или у твоей жены, и жена не против, то можно пойти и родить ребенка от служанки, и это будет твой ребенок. И Сара говорит, что, ну слушай, ну детей нет, я моложе уже не стану, давай, в общем, попробуем. Итак, вот, что я хочу вам сказать. Иногда нужно уметь слушать жену, но не всегда. Итак, Агарь возненавидела Сару. Агарь забеременела, и Сара сказала, что нет, давай Авраму, что нужно ее выгнать. Аврам не хотел этого делать, но ему пришлось. Но потом Господь является Агарьей и говорит с ней. Он говорит, что возвратись, смирись, и твой сын будет великим человеком. И, конечно же, Исмаил стал отцом арабского народа. И там в последнем стихе этой главы говорится, что Аврама был 86, когда от него родился Исмаил. Тринадцать лет спустя, когда ему было 99, Господь явился Авраму. Семнадцатая глава уже. Он повторяет, что он хранит завет между ним и Аврамом. И Господь говорит, что будет знамение этого завета. Это обрезание. И Аврам обрезается, когда ему 99 лет. И Исмаил, когда ему было 13. Слава Богу, что мне сделали обрезание, когда я был еще ребенком. Не так легко, когда ты уже взрослый. Но это стало знамением завета. И Бог повторяет снова, что у Сары родится сын. И теперь его имя Аврам уже не Аврам, а Авраам. Что переводится как «отец народов». И говорится о том, что Аврам рассмеялся над этим. Говорит, что у меня будут дети, когда мне 100. Стукнет. А Сара родит, когда ей 90 будет. И Бог говорит, ну да, так все и будет. Еще хочу о завете несколько слов сказать. Есть шесть аспектов того завета, который Бог заключил с Авраамом. Если мы это понимаем, то это ключ для понимания всей Библии. Есть три существительных. Как бы таких постоянных термина. Первое – это земля. Второе – это семя или народ. Это одно и то же. Семя и народ. Это одно и то же. Чтобы вы знали отныне. Третье – это благословение. Итак, земля, народ и благословение. И также есть три прилагательных, то есть описывающих термина. Одно из них – это… А, аджиктив – это наречие. Ну, то есть, одно из них – это навсегда, то есть это вечный завет. Да, это наречие, я понял. Следующее – это то, что это физически, то есть это можно потрогать и увидеть, и почувствовать. А, то есть, как Бог, например, сказал Аврааму, посмотри на землю, на деревья, на реки. Это не просто какая-то заоблачная или райская мечта. Это не просто что-то духовное и все. А, последнее – это безусловно. Господь как бы клянется сам собой. То есть, другими словами, Авраам, даже если твое семя, оно отойдет от завета, Неважно, насколько они согрешили, все равно завет действует. И когда мы понимаем эти шесть терминов, шесть аспектов, то они помогают нам двигаться по всей Библии. Ну, как бы, не хочу говорить, но церковь пыталась все время изменить природу этих терминов. Говорят, например, что, ну, евреи, Израиль согрешил, и Бог отвернулся от них. Главной, как бы, идеей была только это духовное семя. Да, конечно, идея духовного семя тоже важна. Но это также не отменяет того, что все еще важно, остается важным и физическое семя, и наследие. Итак, перерывчик. Субтитры создавал DimaTorzok